Здравствуйте! Вы смотрите «Разговор на ходу». Сегодня мы будем общаться с потрясающей женщиной, легендой одесской оперной сцены, профессором, выдающимся педагогом, народной артисткой Украины Галиной Поливановой. Галина Поливанова, профессор, академик, народная артистка Украины, заведующая кафедрой сольного пения Одесской национальной музыкальной академии имени Антонины Васильевны Неждановой. После окончания консерватории в 1953 году стала солисткой Одесского государственного академического театра оперы и балета. В репертуаре Галины Анатольевны около 40 партий. Кроме одесской сцены, народная артистка выступала на оперных сценах России, Польши, Германии, Индии, Испании, Норвегии, Франции и других. В 1976 году Галина Анатольевна возглавила кафедру сольного пения Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой. За годы педагогической деятельности Галина Поливанова воспитала огромное количество певцов, которые украшают лучшие сцены мира, прославляя наш город и нашу вокальную школу. Сын Галины Анатольевны – блестящий музыкант, заслуженный артист России. Галина Поливанова – лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей. В 1999 году награждена Орденом за заслуги третьей степени, в 2007 и в 2010 – Орденом княгини Ольги третьей и второй степени. В этом году Одесская национальная академия имени Неждановой празднует свое столетие. За свою вековую историю Одесская консерватория выпустила целую плеяду потрясающих музыкантов, всемирно известных оперных певцов. Сколько божественных голосов, какую музыку за свою столетнюю историю довелось услышать этим в стену. В этот праздничный период рабочий график Галины Анатольевны особенно загружен, но среди праздничных мероприятий, репетиций, уроков, концертов мы нашли немного времени, чтобы поговорить о музыке, искусстве, о прошлом и о будущем. Галина Анатольевна, очень рада, что в эти праздничные дни, столетия консерватории нам удалось с вами увидеться, и я могу вас поздравить. Спасибо, спасибо большое. Очень красивые цветы, как сама, которые преподносит. Спасибо. Галина Анатольевна, вы являетесь символом консерватории, символом оперной сцены Одесской, вокальной школы Одесской. Помните первый день, когда попали в консерваторию? Конечно, очень даже хорошо помню. Я приехала из Николаева, бросив корабль в строительный институт, но дело в том, что приезжали из Одесской консерватории, раньше приезжали профессора и слушали по институтам, у кого есть голоса. Вот они мне сказали, пусть корабли строят другие, а вы приезжайте к нам в консерваторию. Я была счастлива, что я поступила в это здание к своим педагогам и к педагогам другим. Это было великое счастье. Конечно, я помню. Это был 1947 год. А кто из педагогов для вас сыграл наиболее значимую роль? У меня разные были педагоги, не по моей вине. Потому что Ольга Николаевна Влаговидова, наша выдающаяся педагог, музыкант, певица, она руководила более 30 лет, заведовала кафедрой сольного пения. Она, конечно, сыграла большую роль в том, чтобы я стала студенткой консерватории, но особенно большую роль сыграл Константин Федорович Данькевич. Он был тогда великий наш композитор украинский. Он был ректором. Да, он тогда называли директор. Да, директор консерватории. Меня после подготовительного отделения не приняли на первый курс, потому что тогда было очень мало ограниченное количество, кто поступал. И в основном те, кто участвовали в войне, приезжали фронтовики. Доки их в первую очередь сказали, тебе 18 лет, ты еще маленькая, пойди в училище. Я проплакала всю ночь. А папа был против, чтобы я поступала, бросала институт. И он позвонил Данькевичу, говорит, я хочу узнать только, у дочери есть данные, чтобы продолжать или нет. Да, пусть она придет. Вот я пришла к Константину Федоровичу Данькевичу, встала возле рояля, стала петь, плачу и пою, плачу и пою. Он говорит, а что ты еще можешь? Я говорю, я могу сыграть в весенний водорох войну и сама спеть. Ну, давай. Он позвал Ольгу Николаевну Благовидову, Ализавета Ванну Дублянску, сказал, эта девочка должна учиться в консерватории на первом курсе. Я это на всю жизнь помню. И меня потом связывала огромная творческая человеческая дружба с Константином Федоровичем. Вот это был человек, благодаря которому я стала та, которой я сейчас перед вами стою. И, конечно, мой замечательный педагог Инна Владимировна Райченко-Скуфати, которая мне дала путевку в творческую, вокальную, и Раису Исааконову-Гензихту. Это были два человека, которые вылепили все, что положено было для певицы-музыканта. Так вылепили, что 24 года Николай Дмитриевич Покровский, он преподавал у нас тоже на кафедре оперной подготовки, замечательный дирижер, музыкант. Он привел директора Алексеева Константин Федоровича, они меня прослушали на госэкзамены, и зачислили в августе месяце меня солисткой Одесского оперного театра. В 24 года. Все заболели, ЧАСАН, которые были. И в 24 года я совершенно спонтанно, как бывает часто в театрах, во всех театрах бывает, дело случая. Позвонили, сказали, горит премьера, две ЧАСАН заболели, полный театр, надо петь. Я почти без репетиции оркестровую, потому что знала весь клавир. И в 24 года я исполнила сложнейшую партию монооперу «Мадам Баттерфляй», которая стала самой моей любимой. 22 сезона я пропела только эту партию. Кажется, в этих коридорах даже воздух другой. Это место, где еще осталась та Одесса. Те традиции, воспоминания, которых нам сегодня так не хватает. Глядя на фотографии легендарных, талантливых людей, невольно начинаешь представлять, как в напряженной репетиции ломалась дирижерская палочка Елизаветы Ивановны Дублянской, как доброжелательно и иронично проводил прослушивание Николай Огренич, как Людмила Наумовна Гинсбург в который раз объясняет ученикам, что научить нельзя, а научиться можно. Сегодня все это уже история. Но история, которую мы не должны забывать. Трудно даже представить, в который раз за годы, проведенные в консерватории, Галина Анатольевна поднимается по этим ступеням. Сегодня в Большом зале Одесской консерватории проходит уже не первый за этот праздничный период концерт памяти. Сегодня вместе с Галиной Анатольевной ученики, преподаватели, музыканты и просто зрители вспомнят выдающегося певца и педагога, профессора, заслуженного артиста Украины Евгения Николаевича Иванова. Много лет Евгений Николаевич был партнером Галины Анатольевны на сцене и большим другом в жизни. Он стоял в рояле совершенно спокойно. Его голосе было все абсолютно. Весь вокально-сценический образ каждого произведения был создан им. Своим голосом, своим темпром, своей динамикой звука, своим сердцем и своей душой. Это не так часто бывает. Я, как партнерша его, и Таечка, и Маламороз, и Валечка Минюка, и Алиса. Алисочка, все мы с Женечкой участвовали в спектакле. У нас есть у каждого что вспомнить. Всегда он говорит, ну ладно, пошли, я Иванов, а ты пол Иванова. Поливанова. Шутили. Вот. Ну пошли. То я была Ивантова, то мой отец Деленея, то я была Марфа, то мой отец Собакин, то он был Кочевик Мазетний, я Малиниеву, дочка. Так что нас связывала очень большая дружба. Собакин, то он был Кочевик Мазетний. Он был Кочевик Мазетний. Галина Анатольевна, попадая в это здание, вот мы уже не первый раз снимаем в консерватории, да, сейчас она, правда, называется уже музыкальная академия, да, но все равно для одесситов она консерватория. Да и мы называем тоже. То есть привычная уже, да. Сразу вот попадаешь как будто в другой мир какой-то. И вот это звуки музыки, которые окружают, аура, атмосфера, совершенно потрясающая. И, к сожалению, вот я ловлю себя на мысли, что вот в жизни, да, в нашей повседневной мы очень редко сейчас слышим хорошую классическую музыку. Ну, во-первых, начну с того, что вы сейчас приехали и со мной разговариваете на эту тему. Я думаю, что если бы побольше говорить об этом и потом включать какие-то концертные программы, даже целые оперные спектакли, отдельные акты, какой-то канал такой специально сделать, я думаю, что это бы сыграло колоссальную роль. Наш зал всегда заполнен, большой зал нашей академии, нашей консерватории, вот, потому что люди интересуются, они не могут жить без этого. Концерты на французском бульваре, который проводится от Совета мира, всегда собирает огромное количество людей. Вы не представляете, сколько концертов бывает, и сколько там публики, и какая публика, как они слушают любые романсы, утонченную музыку, тоже французскую, или русскую, или украинскую, безразлично. Люди сидят тихо и слушают, потому что они соскучились. Вы знаете, мы недавно собирались, и так пришли, все сели, вся кафедра, говорим, как замечательно, что у нас есть это здание, этот класс, этот зал. Мы вступаем совершенно в другую ауру, понимаете. Нам хорошо здесь очень, потому что мы творим, мы все время занимаемся с молодежью, мы проповедуем, что классическая музыка – это замечательно, она воспитывает духовность, а им же дальше тоже нужно воспитывать людей, культуру, духовность, поэтому они должны получить все здесь. Поэтому великое счастье, что я, например, здесь до сих пор работаю, столько лет руковожу кафедрой, я получаю колоссальное удовольствие и заряд. И вы знаете, были иногда дни, приходишь в субботу, не всегда все классы бывают заполнены, и вдруг тишина, там флейта не играет, тут хор не поет, тут вокалисты не распеваются, и какое такое состояние, такой тишины, которая не нужна, понимаете. А когда звуки, там контрабасы играют, нам это не мешает, мы привыкли к этому, и это наше, это наше родное. Мне кажется, что надо возрождать именно вот такие разговоры, если есть записи, тут же показывать, тут же показывать. Потому что любая публика будет воспринимать, если ей искренне рассказывать, что будет происходить на сцене. Я выступала в Чеченой Ингушетии по просьбе Махмуда Исамбаева, в горах, где сидели люди в галошах, папахах. Я пела с оркестром, Лизу пела гальку, но до этого я рассказывала, что это за опера, и почему она страдает, почему с ней такое случилось. Надо рассказывать людям, они не сразу же воспринимают оперу, понимаете. Во-вторых, мне кажется, когда детей надо водить в оперу, мой сын воспитан был на сказке о царе Салтане, на Садко, на князе Игоре. Не только мой сын, а все наши. Хорошо показывают. Мне кажется, в оперный театр это было как традиция водить детей. Обязательно. Родители считали, что это необходимо для воспитания детей, для того, чтобы им привить вкус хорошей музыки. Я не отрицаю, что есть эстрада хорошая, есть рок-опера интересная очень. Я не отрицаю. Я сама участвовала. Я сейчас со студентами делаю циклы, песни, кабаре, и там всякие такие с движениями Гершвина под гитару, под ударные. Это нисколько не мешает потом им спеть Генделя, Глюка, нужно обладевать разными стилями, понимаете. И публике надо работать.